Здравствуйте! В эфире программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. Сегодня выпуски. Социально ориентированный правительство Чувашии скорректировало бюджет 2020. Институт наставничества. В Чувашии стартовал 8-й региональный чемпионат WorldSkillsRussia. Фотографии, письма и воспоминания фронтовиков. Государственный архив современной истории продолжает акцию «Народная память. Сохраним победу». Сегодня Кабинет министров Чувашии рассмотрел изменения в республиканский бюджет на 2020 и следующие годы. По поручению временно исполняющего обязанности главы Чувашии, бюджет этого года подвергнут детальному пересмотру. Изменения внесли после тщательного изучения правительством главного финансового документа республики. Доходная часть республиканского бюджета в этом году увеличится более чем на 6 миллиардов рублей. Основная часть средств поступит из федерального бюджета и фонда ЖКХ. Это на 11% с ростом к утвержденному бюджету. И сразу скажу, что объем доходов превысит фактические доходы 2019 года на 5% или почти на 3 миллиарда рублей. То есть на 2 миллиарда 964 миллиона. Значит, увеличение 6 миллиардов складывается из двух составляющих. 161,9 миллионов – это собственные доходы, уточнен прогноз федеральным казначействам в декабре прошлого года по акцизу на нефтепродукты. Расходная часть бюджета в этом году увеличивается на 7,5 миллиардов. Основные суммы связаны с реализацией мероприятий в рамках послания президента России. Это поддержка многодетных семей, организация горячего питания для учеников начальных классов, обеспечения жильем детей-сирот, индексация выплат ветеранам Великой Отечественной войны. В плане социальной поддержки предусмотрены достаточно серьезные ресурсы, более 2 миллиардов рублей направляется по поручению в Рео главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева. В проекте закона заложены средства для проведения индексации. Мер социальной поддержки, которые у нас направлены в первую очередь на ветеранов труда, дружинников тыла. То есть проиндексированы единовременные денежные выплаты на данную категорию граждан, которые не индексировались в течение последних трех лет. Крупные агрокомплексы Чувашии должны выйти на круглогодичное производство овощей. Тепличные хозяйства выходят на новые технологии. Подробности в следующем материале. Если верить подсчетам Чувашстата, то за год каждый житель региона съедает более 100 килограммов овощей. Дефицитов сельхозпродукции торговые сети не испытывают. Только в этой агрофирме выращивают порядка 10 тысяч тонн томатов и огурцов. Налажены поставки и за пределы республики. Наши овощи не только на рынке Чувашии. Рынок российский. Какую часть отправляете за пределы Чувашии? Да полностью почти. Несмотря на то, что нет цвета культуры, у нас прибыльное предприятие. Более 20 гектаров тепличного комплекса теперь занимают и баклажаны. В агрофирме пока только изучают спрос на эту культуру. Но весь прошлогодний урожай реализован. Рынок российский вообще сейчас заполняется овощной продукцией. На огурец держится очень низкая цена. Хотя урожайность баклажаны и ниже, чем урожайность огурца или томата. Но при этом культура обладает высокой рентабельностью за счет именно высокой цены, которая мало меняется в течение всего года. Наступила активная пора сбора огурцов. Урожай неплохой. Солнечного света теплицы получают с избытком. Но далеко не все здесь зависит от климат-контроля и капельного полива. Грядки опыляют специальные породы шмелей, которых привозят из рубежа. В одной такой коробке более 200 насекомых. Чтобы не потерять рассаду из-за вредителей, в биоцеху агрофирмы разводят насекомых энтомофагов. По-другому их называют микроскопическими осами из-за размера. Она борется с тлями. Это постоянная работа ведется. Агрономы, обследователями. Каждую неделю смотрят, есть ли вредители. Чтобы нарастить объемы сбора овощей, агрофирме необходимы искусственные источники света. Теплицы планируют оборудовать тремя тысячами ламп, энергию для которых будут генерировать мощные подстанции. Предприятию окажут господдержку, отметил Олег Николаев. Просим это включить в план субсидирования, вот это модернизация теплиц. Здесь у нас возможности есть. Здесь овощи поспевают даже ночью. Благодаря технологии светокультуры в тепличном комплексе Новочебоксарский с начала года собрали более двух тысяч тонн огурцов и томатов. И каждый день торговые сети отправляют сотню у таких коробок. Спелые овощи на тепличном кабинете собирают 24 часа в сутки. Потребность в тепличных овощах растет. Но объемы производства необходимо увеличивать. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности главы региона. На российском рынке всегда рады экологически чистой продукции. Мы с одной стороны, понятно, тем самым обеспечим хорошей качественной продукцией наше население Чувашской республики. А с учетом того, что если эти производства выйдут на проектную мощность с точки зрения планов развития, мы обеспечим слихвой. Самое главное это то, что люди будут иметь постоянное рабочее место и хорошую заработную плату. В ближайшее время открытый в прошлом году тепличный комплекс должен выйти на полную мощность. В планах наладить поставки и зарубеж. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. В год 75-летия Победы Государственный архив современной истории Чуваши объявил акцию «Народная память». Жители республики просят поделиться документами о военной поры, фотографиями, письмами, дневниками ветеранов Великой Отечественной. Сегодня к акции просоединился временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев. Сегодня в архив современной истории Чуваши уже поступили собрания документов 19 ветеранов. Наградные документы, фотоснимки, легендарные фронтовые треугольники. На них и на материалы, которые собирали по крупицам в предыдущие годы, повышенный спрос. Исследователи обращаются, ну и мы сами на основании этих документов готовим электронные издания, виртуальные выставки, то есть участвуем в проектах. Школьникам показываем, как патриотическое воспитание, вот с виртуальными выставками очень удобно выйти даже в школу. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши тоже откликнулся на призыв хранителя истории. Принес два видеофильма из семейного архива. Причем эти фильмы, они созданы моими детьми, старшими дочерями. И здесь записаны воспоминания участников Великой Отечественной войны, они их обработали в виде фильма, участвовали, я помню, в конкурсе, когда они учились, еще в старших классах. Практически в каждой семье были и есть люди, которые участвовали в боевых действиях, трудились в тылу. Олег Николаев уверен, чем больше современная молодежь будет интересоваться историей своего рода, тем крепче будет народная память. Пока же у нас достаточно малоизученных событий и фактов, которые заслуживают самого пристального внимания. Взять хотя бы строительство сурского оборонительного рубежа в 41 году, когда жители Чуваши меньше, чем за три месяца вырыли 380 километров окопов с землянками и дзотами. Цифры ошеломляют. Всего было вынуто 3 миллиона кубометров земли, и это при морозе до минус 40. Потомки должны знать об этом. Я поддержал и призвал наше правительство Чувашской республики поддержать инициативу общественников, которые предложили запустить такой проект воссоздания некой памяти об этой истории. Очень важной памяти, потому что понятно, что сурский рубеж это охватывал и казанский отвод в несколько регионов нашего привозского федерального округа, которые расположены вдоль Суры. Но по длине окопов Чувашская республика здесь была все-таки больше длины окопов, но очевидно здесь работали более 100 тысяч человек. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии отметил, если создать единый видеофонд воспоминаний участников и очевидцев военных событий, получится мощный информационный ресурс, который дополнит официальную хронику и поможет нам сохранить дорогие имена. Теперь о рабочих профессиях в Чувашии. Открылся восьмой региональный чемпионат WorldSkills Russia. Я в рабочие пошел, пусть и меня научат. Учат профессии, совершенствуют навыки как раз на таких конкурсах. Техникум и колледжи в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаши и Цивильске стали площадками регионального чемпионата. Хотя его можно назвать межрегиональным. Заявки подали 400 молодых ребят из республики Татарстан, Московской, Нижегородской, Самарской, Тульской областей и города Санкт-Петербург. Благодаря формату WorldSkills Russia задан новый стандарт среднего профессионального образования. Оценивать работу будут более 400 экспертов. Заявлено 63 компетенции. Впервые в этом году будут состязаться мастера старше 50 лет, сварочные технологии, кирпичная кладка, сантехника, отопление, дошкольное воспитание и предпринимательство. Вот поле деятельности опытных конкурсантов. Их работа обязательно посмотрят молодежь. Благодаря таким соревнованиям возрождается институт наставничества. Это важный аспект в рабочей среде. Одной из площадок регионального чемпионата стал Чебоксарский профессиональный колледж имени Никольского. Педагоги и учащиеся колледжа – постоянные участники чемпионата. Здесь расписан каждый день. Компетенций несколько. Графический дизайн, ремонт легковых автомобилей. Уже к знакомым добавляются новые. Предпринимательство и организация экскурсионных услуг – эти две компетенции для нас новые в этом году. То есть мы уже новые направления открываем. Наши преподаватели, студенты уже смело входят в другие площадки. На базе колледжа работают 114 конкурсантов из 16 образовательных организаций республики. В их числе студент четвертого курса профессионального колледжа Николай Крылов. Ремонт легковых автомобилей для него – увлекательнейшее дело. Мне нравится это занятие, это полезно. Всегда я поступал для себя, ну, чтобы в машинах разбираться, свою машину ремонтировать. Чемпионат рабочих профессий – это своего рода кадровый резерв. Многие работодатели внимательно следят за конкурсом, подбирая себе будущих работников. Некоторым предлагают работу уже, когда они на стадии финала. Вот кто уже вышел на финал с тех областей, ну, с регионов, вот, им предлагают уже работу. Хорошие теоретические знания плюс практические навыки. Что может быть лучше для профессионального старта? Александр Соловьев, Бахтиар Велиев, Республика. Высокоскоростной интернет становится доступнее для жителей районов республики Благодаря региональному проекту «Информационная инфраструктура» к скоростному интернету подключили соцобъекты в одном из сельских поселений Чебоксарского района. В рамках проекта к сети интернет подключают в первую очередь социально значимые объекты. Через Косинском сельском поселении появление устойчивого скоростного интернета открыло массу новых возможностей. Наша библиотека сама сейчас много акций участвует, во всех акциях может участвовать. И функции, потому что у нас расширились, мы участвуем в виртуальных акциях, устраиваем виртуальные экскурсии. Мы презентации новых книг детям побольше, много можем уже показывать с помощью интернета, потому что есть у нас связь. Участвуем также вместе с детьми в всероссийских акциях разных. В школе появлению устойчивого интернет-соединения особенно ждали. Конечно же, результат очень положителен. Начнем с того, что учителя могут использовать разные формы обучения, могут участвовать в различных вебинарах, тем самым развиваться, повышать квалификацию. Очень хорошо наладилась связь с родителями по сетевому городу. Во многом упростились межведомственные коммуникации. Все запросы в сельской администрации теперь оформляются через интернет. А в день их бывает больше десяти. В нашем поселении 16 деревень и проживает около 2000 граждан. Вся жизнь населения связана с какими-то бумагами. Высокоскоростной интернет, естественно, намного улучшил и качество работы, и количество работы администрации. Появление интернета в Черышкосах совпало с открытием нового ФАПа. Теперь пройти диспансеризацию, узнать результаты анализов, записаться к узким специалистам сельчане могут, просто придя на прием к фельдшеру. Все данные пациентов находятся в компьютере, и любой врач может посмотреть данные пациента. Это очень удобно, нигде не теряется. Пациент может потерять карточки, а в компьютере все остается. В 2020 году скоростным интернетом будут охвачены еще 110 объектов социальной сферы региона. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. Чем ближе к весне, тем чаще говорят о семенах. О хорошем урожае мечтают в каждом хозяйстве. Уже более 25 лет в этом направлении работает один из кооперативов Яльчиковского района. От питомника до поля эти семена проходят самый строгий отбор. К посеву допустят только чистые, здоровые и крупные. Они устойчивы к болезням и стрессам в виде переменчивой погоды. Именно такой материал выращивают в сельскохозяйственном кооперативе. Подготовка, конечно, требует больше затрат труда и средств, но результат того стоит. Мы возделываем семена зерновых культер, зернобобовых и семена многолетних трав. Продаем элитные семена не только в Республике, даже за пределы Республики. Горох, ячмень еще есть, а вот люцерну уже продали. За элитными семенами приезжают из разных регионов России, в частности из Архангельской, Вологодской, Кировской областей. Там о республике знают. Элитность дается непросто. Необходимо соблюдать определенные требования. Лучшие сорта обрабатывают в отдельных складах. Семена на такую сортируют и доводят до нужной кондиции. Сортировка перпектус гигант 1, он только работает на семенах яровых культур яровой пшеницы. А здесь у нас работает перпектус и склад только для ячменя. В этом году у нас на продаже пока есть семена яровой пшеницы, их оказалось 109, суперелиты есть 25 тонн. Сейчас у хозяйства горячая пора. На выборке семян работает несколько человек. Сейчас мы после выготовимся. В марте можем кончить эту работу. Вдвоем работаем. Для сохранения высокой урожайности посадочный материал регулярно подбергают новым проверкам. В семеноводстве есть понятие сорта смена и сорта обновления. Наталья Мальчикова, Юлия Адюкова, Валерий Резюков, Республика. Мариинский посадка, Наши АллатР, Три города Чуваши участвуют во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Со всей страны поступило 300 заявок в основе проектов благоустройства исторической части, проведения работ по реконструкции парков и улиц. Победители конкурса получат из федерального бюджета субсидии от 30 до 100 миллионов рублей. Финал состоится в Тюмени 28 февраля. В 2019 году в конкурсе с заявкой «Связывая поколение» победил город Ядрин. Средства направлены на обновление центральной улицы города. Техника и артистизм в столице республики состоялось в первенстве Чувашии по фигурному катанию. Наряду с мастерами на коньки встали дебютанты. За выступлениями фигуристов наблюдала наша съемочная группа. Взлеты и падения невероятной виражи. Бельманакс, цель, тулуп. Даже лед плавится от таких элементов фигурного катания. Юные спортсмены буквально по шагам идут к достижению своей цели. Варвара не дает себе слабинуть, даже если эмоции через край. Свои выступления она готовила несколько месяцев, оттачивая мастерство и добавляя более сложные элементы. Просто нельзя волноваться. Просто ты выходишь, прокатываешь программу и все. Танец зима. Мы танцуем уже год. Просто в данной композиции нам просто добавляют элементы сложности. Четыре года она просто попросила нашу бабушку купить ей коньки на Новый год. И когда ее повели на каток, на обычный каток уличный, оказалось, что она умеет стоять на коньках. У нее есть этот талант. Она старается, она любит. У нее горят глаза, когда она выходит на лед. Это очень важно. Всего в первенстве города Чебоксар по фигурному катанию своей возрастной группе приняли участие около 120 юных спортсменов. Помимо хозяек льда за награды боролись представители Татарстана, Мариел и Нижегородской области. Наряду с известными фигуристами технику катания продемонстрировали дебютантки. Первые катали маленькие новички, девочки по разряду дебют. Они первый раз вышли на лед, показали свое мастерство. Дальше идут у нас деточки, занимаются в разряде нормой юный фигурист. Сейчас вот катали третий юношеский разряд. У нас второй юношеский, первый юношеский и так далее до кандидатов в мастера спорта. Юные фигуристки показали отличные результаты. В своих категориях заняли призовые места Виктория Павлова и Полина Плеханова. Первый спортивный разряд. Подопечная тренера Елена Пучкова удостоилась высшей награды в разряде юный фигурист. Самое сложное – это бильмэнбэл. А что там нужно делать? Там надо было взять ногу и логоть перевернуть. И не просто перевернуть, но и держать. И так вращаться. Тренировки на льду, хореография занимает практически все свободное время девочек. А вот мальчиков явно не хватает. Специалисты говорят, что лучше всего начинать кататься в 4 года. У них должно быть очень хорошее чувство скольжения, чувство конька. Они должны быть очень хорошо координированы. Взаимосвязь тренера и ребенка – это очень важно. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. Это главные новости к этому часу. До свидания. Микрорайон Солнечный – один из самых стремительно развивающихся и молодых районов города Чебоксары. Основной застройщик микрорайона – группа компаний «Удача». На рынке уже более 15 лет. За 5 лет ввели в эксплуатацию в микрорайоне Солнечный уже 13 домов. Здесь уже живет более 4 тысяч человек. Еще 7 домов на стадии строительства. Квартиры разбирают на стадии котлована. За полгода до сдачи дома квартир в продаже не остается. В домах будет установлено придомовое и внутридомовое видеонаблюдение. Система «Умный дом» позволит автоматически передавать показания счетчиков в управляющую компанию. Видео-домофон позаботится о вашей безопасности. А автономное отопление и терморегуляторы позволят сэкономить на коммунальных платежах. В летнее время оплата по ЖКХ будет от 600 рублей. В зимнее – от 1 400. Комфортное жилье доступно каждому жителю Чуваши. Ведь в районе Солнечного можно купить себе полноценную однокомнатную квартиру от 1 200 000 рублей. Это очень выгодно. Также можно купить евро-двушку с кухней 13 квадратных метров, где можно разместить и гостей, и на стол поставить себе два холодильника. Также двухкомнатную квартиру в районе Солнечного можно купить себе от 1 864 000 рублей. Квартиру в районе Солнечный можно купить без первоначального взноса, использовать материнский капитал, различные жилищные сертификаты, оформить ипотеку во всех ведущих банках республики, или взять квартиру в рассрочку, а также по безопасной сделке из Кроу-счет. Также здесь рассмотрят ваше вторичное жилье, либо авто в качестве частичной или полной оплаты за квартиру. Стоимость за квадратный метр нового жилья от 32 000 рублей. Также квартиру в районе Солнечного можно купить себе с индивидуальным дизайнерским ремонтом. Стоимость ремонта на однокомнатную квартиру выйдет 230 000 рублей, а на двухкомнатную квартиру 260 000 рублей покупают через отдел продаж группы компании «Удача». Квартиры в Солнечном можно подобрать различные планировки. Евродвушки, двухкомнатные квартиры, распашонки. Тем, кто хочет заехать в новое жилье этим летом, идеально подойдет позиция 26 с видом на лес. Двухкомнатная квартира там будет стоить от 2 миллионов рублей. Также открыты продажи и в 20-й позиции. Срок сдачи – конец этого года. В феврале 2020 года в Солнечном открыли детский сад с бассейном «Лучик» на 250 мест. В этом же году начнется строительство еще одного на 110 мест и строительство торгового центра. В проекте – школа на 1100 учеников. Кроме этого, в этом году открыли дорогу «Солнечный бульвар», по которому запущен 35-й маршрут. Квартиры в Солнечном выбирают молодые семьи с детьми и кто хочет иметь комфортное жилье от 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 2019 году начали здесь жить. Очень нравится «Солнечный бульвар». Все доступно, до шага доступности. Магазины, остановки сейчас вон, дорогу открыли, садик открыли. Рядом лес, ходим постоянно, когда выходные, летом ходили рядом с лесом. У нас на штуки ходили сейчас недавно тоже здесь. Очень нравится детям гулять. Детские сады, школа, салоны красоты, продовольственные магазины, общественный транспорт, шаговые доступности, выгодные цены на квартиры и индивидуальный подход. Микрорайон «Солнечный» ждет вас!